Итак, если вы вместе со мной в предыдущем уроке создали виртуальную карту и пополнили ее на 1200 рублей, вы можете прямо сейчас сэкономить 340 рублей на покупке нашего полного видеокурса о компьютере, сети интернет, установке и настройке Windows, настройке BIOS и о многом другом. Вы наверное уже слышали об этом видеокурсе, но наверное вы заметили, что на основном продающем сайте мы не предоставляли возможности заказа электронной версии этого курса, поскольку подавляющее большинство пользователей не умеют оплачивать товары через интернет и не умеют скачивать крупные файлы. Ну а вы, пройдя наш бесплатный вводный курс, просмотрев множество видео уроков, уже умеете делать и то и другое, то есть вы уже умеете скачивать тяжелые файлы с интернета и умеете оплачивать покупки с помощью виртуальной банковской карты. Поэтому смело можете прямо сейчас заказать электронную версию курса с приличной скидкой. Мы с вами можем перейти к покупке электронной версии нашего курса. У вас откроется вот такая страница с компьютером на ты за один день. Здесь у вас автоматически начнет воспроизводиться видео, но вы можете нажать кнопку паузу. Идем в небольшой тест. Ниже, если вы прокрутите страницу, вы увидите, что на этой странице есть возможность заказать не только основную версию, которая доставляется почтой России, но и приобрести электронную версию, которая стоит на 340 рублей. Сразу после оплаты вы сможете скачать архивы с этим видеокурсом. Итак, я сейчас хочу вам напомнить о том, что в предыдущем видео мы с вами зарегистрировали карту и на номер мобильного телефона, который мы указали при регистрации, пришло письмо, в котором содержалась информация о нашей виртуальной банковской карте. Если вдруг вы утратили это смс, или если может быть такая ситуация, что вы регистрировали, допустим, карту месяц назад, а сейчас уже не можете найти смс с вашими данными, вы можете восстановить эти данные. Давайте я сейчас немного отвлекусь и покажу, как это делается. Предположим, мы ранее выпускали карту банка русский стандарт виртуальную, и мы утратили смс с данными. Нам нужно сейчас восстановить эти данные. Нужно, чтобы банк повторно нам прислал на мобильный телефон все необходимые данные карты. Для этого мы заходим на сайт rsb.ru и заходим в раздел карты. Здесь выбираем виртуальная карта. И, как видите, здесь есть пункт «Получить смс-сообщение с реквизитами». Нажимаем на эту ссылку. Далее нас спрашивают о том, как оформлялась карта. Мы ее с вами оформляли на сайте банка русский стандарт. Нам нужно указать мобильный телефон. Я указываю свой. И необходимо указать код покупки, который был отправлен на электронную почту, указанную при оформлении карты. В каждой электронной почте есть функция поиска, поэтому вы можете просто выполнить поиск в своем почтовом ящике. Виртуальная карта мы вводим в поиск. И, как видим, вот данные виртуальной карты, которые мы регистрировали в банке русский стандарт. Вот здесь есть код покупки. Мы его копируем. И вставляем его в соответствующее поле на сайте банка русский стандарт. Номер телефона нужно вводить без восьмерки, без семерки. Просто все, что идет после. Все, что вы обычно набираете после восьмерки. И нажимаем кнопку восстановить. Реквизиты успешно отправлены. И сейчас посмотрим, придут ли они на мой мобильный телефон. Вот, пришло сообщение. И опять же, мне повторно прислали все данные моей карты. Я вижу, что у меня была выпущена карта виза. Вижу ее номер основной. Вижу CVV2 код, который необходимо вводить при оплате. Срок действия. И вижу, что баланс 1200 рублей. Отлично. То есть, если вы утратили данные своей карты, которую вы ранее выпустили на сайте банка русский стандарт. Таким образом, нехитро можете ее без проблем восстановить. Ну, а мы с вами двигаемся дальше и переходим к оплате. Итак, мы находимся на сайте с компьютером на ты за один день видеокурс. И нажимаем оформить заказ электронной версии. Нам открывается страница, на которой нам необходимо выбрать способ оплаты. И здесь мы видим способ оплаты RBK Money, в котором есть такой вариант оплаты, как виза или мастер-карт. А также есть способ оплаты SprayPay. И способ оплаты WebMoney и Яндекс.Деньги. Вот эти два варианта последних оплаты с помощью, допустим, Яндекс.Денег мы будем рассматривать в других уроках. А сейчас мы с вами совершим оплату с помощью нашей виртуальной банковской карты. Ну, SprayPay это как дополнительный способ. Здесь взимается комиссия. Поэтому мы с вами оплатим через RBK Money. Нажимаем кнопку выбрать. На следующем шаге нам необходимо заполнить поля. И нажимаем кнопку оплатить. Так, нас система спрашивает, подтверждаем ли мы правильность введенных данных. Нажимаем ОК. И нас переадресовывает на сайт RBK Money. На сайт платежной системы RBK Money. Обратите внимание, что у нас появился вот такой замочек, что соединение HTTPS. То есть это защищенное соединение. И когда идет, как я уже говорил, соединение по защищенному протоколу, третья сторона не видит информацию, которую вы вводите. Для того, чтобы нам оплатить свою покупку банковской карты, нам нужно выбрать способ экспресс-оплата, ввести свой email. И если вы не хотите получать информацию о скидках и рекламных акциях платежной системы RBK Money, ставим вот здесь галочку и нажимаем кнопку продолжить процесс оплаты. Далее мы видим с вами о том, что у нас совершается оплата заказа 1128, сумма оплаты 1200 рублей. Как видите, ни рубля, никакой накрутки нету. Один к одному идет оплата. И вот сейчас-то нам как раз и нужно заполнить данные нашей карты. Я ввожу свое имя и фамилию в транслите. Василий Медведев. И ввожу номер карты, который мне пришел в виде смс. Дальше необходимо указать срок действия карты. В смс-сообщении эта информация тоже есть. У меня указано, что карта действует до 7 месяца 2012 года. И необходимо ввести секретный код CVC. Он тоже у меня указан в смс-сообщении. Я ввожу свой секретный код CVC. Напомню, что на моей карте находится ровно 1200 рублей для оплаты. И нажимаю кнопку оплатить. Вот как видим, карту мою проверили. Написано, что платеж успешен. Что платеж завершен успешно. И теперь мы можем вернуться в магазин, где совершали покупку. Нажимаем кнопку вернуться. И как видим, здесь финальное сообщение, где мы благодарим вас за заказ. Здесь также говорится о том, что на электронную почту нам должно прийти письмо. Давайте мы проверим эту информацию. Вот как видим, сообщение уже пришло о том, что заказ оплачен. И здесь есть как раз две ссылки для скачивания архивов с видеокурсами. То есть, таким образом мы с вами воспользовались виртуальной банковской картой и успешно совершили покупку без всяких комиссий. Карту мы тоже выпустили без комиссий. И в общем-то мы даже сэкономили 340 рублей на стоимости видеокурса. Экономия эта происходит за счет того, что мы в свою очередь экономим на том, что нам не нужно совершать расходы на доставку данного видеокурса. Не нужно совершать расходы на изготовление этого видеокурса и так далее. А вы можете его просто скачать и точно так же использовать, как если бы вы его использовали, получив на DVD-диске. На этом все. Я думаю, что в будущих видеоуроках мы рассмотрим и другие способы оплаты через интернет. Желаю вам удачного освоения компьютера. Всего хорошего. До свидания.